МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Идёт. Только не хлопай. Мы пойдём, мы поедём, мы вдоль пою. В улице, е-е-е-е-е, ой да, мы взойдём, о-о-о, мы взойдём. Когда я была молода и неопытна, то я не очень понимала разницу между такими понятиями, как народный артист и заслуженный артист. Зато наша сегодняшняя героиня на все сто процентов знает разницу между этими понятиями, потому что она сама народный артист. Представляем вашего внимания. Та-да-дам! Марина Девятова, наш сегодняшний герой, героиня. Не думала, не гадала, свобода жила. Не думала, не гадала, сердце от тебя обозлала. Зачем я тебя встречаю? У неба ты край, не думаю, не гадаю, дай ты, мой друг, не гадай. К ней мы бесцеремонно, здрасте, вторглись в звукозаписывающую студию, принесли продукты, вы сказали, Марина, есть хотим, готовьте. Чем нас будете сегодня вы кормить? Будем позориться, дорогие друзья, вместе и коллективно. Это нам не привыкать. Я не могу сказать, что я большой такой кулинар, в силу того, что, может быть, потому что, я не знаю, у меня нет пока детишек, и мне не надо вот эти вот кашки молочные варить, супчиками поить. Поэтому вот у меня такой быстрый образ жизни. Я быстро ем, быстро сплю, быстро пою, все делаю быстро. И сегодня мы быстро приготовим. Сегодня мы, да, у нас такой вариант такой скоростной. Мы сделаем, наверное, фруктовый салат. Я думаю, что начнем мы с него изначально, поскольку его надо будет охладить. Так, тогда отодвигаем овощи. В холодном варианте он вкуснее. Да, а вторым у нас будет русское народное блюдо рататуй. Рататуй. Мы очень долго всей съемочной группой гадали, почему Марина Девятова хочет приготовить именно рататуй. Приезжаем мы к Марине Девятовой и говорим, Марин, а почему рататуй-то? А она говорит, какой такой рататуй? Вообще, слава богу. Для меня это тоже, друзья, Генпром. Я-то, понимаете, была уверена, что рататуй – это и вовсе герой мультфильма. На самом деле, да. В общем, я к вам ехала с сотней вопросов. Приступимся. Да. Значит, что мы будем делать? Мы сейчас должны снять кожуру в силу того, что она немножко... Ну, яблок тоже. Да, обязательно мы должны снять кожуру, чтобы живы были наши, комфортнее себя ощущали. Марин, а вы расскажите вообще, как давно вы стали вегетарианкой? Вы же же не с детства, да? То есть это вот... Это, ну, наверное, сейчас это у меня уже образ жизни, скажем так. Ну, лет шесть, наверное, назад я решила попробовать не употреблять, как бы, пищу животного происхождения, поскольку мне жалко животных. Птичку жалко. Птичку жалко, короче говоря, да. Вот, они же не виноваты в том, что вот их убивают. Вы хотели есть. А мы хотим их кушать, да. Диетой назвать вегетарианство ни в коем случае нельзя, потому что это, поверьте, если поесть какие-нибудь макароны на ночь, вот, то можно очень долго потом себя искать. Я что-то так невозможно. Катя банан, Катя банан. Катя банан, да. Катя банан, да. Два оба. Значит, главное в этом салате, чтобы бананов было больше. Угу. Поправочный коэффициент, мы его разрезаем напополам и такими нормальными, крупными шмотами. Шмотами, да. Зубы пока у нас есть, поэтому можно ли, пока можно есть. Народная культура и народная песня, она в нашей стране, к сожалению, является не форматом. Ну и все обычно об этом говорят, и мне стало обидно, почему же так вот наша русская культура. Вот. Я на самом деле ходила даже на фабрику звезд, но я туда не попала, на Кастинг, потому что у меня не было паспорта. У меня не было паспорта. Вот тогда 20 лет, ну как у меня не было, он был на... в 20 лет обычно меняют паспорта. То есть, подождите, вы хотите сказать, что вас взяли, а паспорта-то нет? Меня туда не пустили, даже в Останкино не пустили. Тьфу ты. Вот. На самом деле это был такой, я думаю, промысел божий, и как бы не надо было мне туда идти, но я же пыталась доказать стране, что природа на детях не отдыхает, и русская культура должна звучать. Вот вы знаете, если нас сейчас смотрит тот охранник из Останкино, который не пустил Марину Девятову... Да, который сказал мне, что вы со своей бумажкой в неправильное место пришли. Эх, охранник, вот теперь пусть локти кусает. Как сам кастинг проходил? Ну нормально, мне дали какую-то... Ой, я ужасно спела. Ну в смысле, я не ужасно спела, а спела песню. Значит, песню была из репертуара Валерии, потому что я на тот период вообще с попсой не дружила. Ага. Вот, я очень любила фольклор, поэтому я спела песню «Стельца-метельца», да простит меня Виктор Дробыш. Вот. Давайте, может, напоем чуть-чуть. «Стельца-метелица» за моим окном Верится, не верится, что мы не вдвоем Евгений Иосифович Фридленд спросил меня, почему же я вот так вот сижу, а вы на меня не смотрите? А я от страха не то, что на него смотреть не могла, у меня ноги дрожали, и все, и думаю, еще на него смотреть. Он говорит, а я вот купил билет на первый ряд, а вы меня совсем не смотрите. Игнорируете. Да, и он говорит, ну может быть, вы что-то еще исполните? Ну то есть он хотел меня немножко так... Раскочегарить. Раскочегарить, да, на самом деле. Ну я думаю, ну все, сейчас либо ты, либо я. Вот. И я ему спела тоже... Проблема ведь была, проблема с репертуаром. Я же не могла фольклорить, кому это надо там было. Вот. И я спела с репертуара Аллы Борисовны Пугачевой, ты на свете есть. Ха! Смотря Евгения Фридленд в глаза. А, Евгений Фридленд проникся. Ну, это лучше у него спросить. Но если попала, значит, наверное, проникся. Нет, ну раз попала, да. Я пошла туда вместе со своей приятельницей, которая, на самом деле, меня держала изо всех сил, чтобы я оттуда не убежала. Почему? Объясню. Поскольку всегда исполняют там эстрадным голосом, там, ва-а-а-а. А я-то понимаю, что я-то со своим русским народным колхозом, извините, я отвлекусь. Да-да-да. Вот. Я со своим русским народным колхозом-то думаю, ну как же ж я тут сейчас буду, что же я тут буду петь. А там кто в бусах, кто в трусах, кто в стразах пришел. Вот. Народ-то у нас как бы, чем открытие, тем получше же будет. Чем больше макияжа, тем вау-вау. А я была, ну, из серии такой, достаточно, дам, скромной. А для артиста это же ужасно, тебя же сравнивают. Конечно. Ты же неповторимый же на самом-то деле. Да-да-да. Надо же не забывать. Вот. Но перейдем к тому, собственно говоря, чего. Мы берем ряженку, дорогие друзья. Ряженку. Значит, мы все нарезали. Да. Тазик салата. Очень, кстати, вкусная, на самом деле, вещь. Особенно летом, вот когда у нас была вот эта шара, все шикарно получалось. Я думаю, что мы сейчас немножко... Так, ряженки, это не то, что у нас сгущенки не хватило, что мы такая бедная. На самом деле, ряженки, да. Но в силу того, что ряженка, она пожиже, поэтому ряженки должно быть, это все перемешивается. Чтобы сахара не добавлять. Слушай, мне кажется, такая вкуснотища будет. Да, и главное, вот, дорогие телезрители, ее надо обязательно охладить. Когда родители в детстве пытались вам привить любовь к музыке, вы называли дровами. Вот кто бы мог подумать, что Марина Девятова, народный артист, называла дровами. Рояль. Ну, на самом деле... Вот, ну, то есть классическая история на тему от любви до ненависти. Один шаг. На самом деле, я очень благодарна своей маме. Нет, подождите, вы дровами рояль называли. Называла, признаюсь. То есть не любили вы музыку. Не то чтобы... Нет, я не любила не музыку. Я не любила заниматься музыкой. А заниматься, это же надо иметь качество такое, как усидчивость. А усидчивости мне не хватает. Вот, поэтому я никогда не буду шить, вышивать, вязать. Но только если в старости, крестиком. Я сама рассказывала, у меня у самой слюнь текут. Вообще, вообще, оно так красиво все выглядит. Вот, на самом деле, это можно еще украшать, если в пиалочках подавать гостям. Все очень... Да я уже из корыца готова, ладно? Фухси, с пиалочками. А нашему по-гастрольному, по-русски народному, из одного корыца, двумя ложечками. А мы сейчас вот так это закроем. От вас. И поставим. Сколько? Ну, минут на 20, пока мы будем готовить. Я думаю, что этого... Пока у нас будет рататунешь готовить. Будет достаточно. Я, например, всегда боюсь пересолить. Я, например, сама не соленую пищу ем. И поэтому сама, как правило, у меня все недосолено. Если я что-то готовлю, все время ставлю на стол и говорю, ребята, если кому чего надо, досоливайте сами. Ну, лучше бы я так сахара меньше ела. Я сластена страшная. Ужас. Я в детстве готова была стихи читать, песни петь на стуле, на табуретке. Только дайте. Да, у меня было позорное вообще выступление. Мне мама на день рождения, мне было лет... Кода 4, наверное, приготовила торт. А раньше же, представляешь, торт, крем, все это купить, это все замесить, приготовить. Это вообще был тихий ужас. Она поставила торт в холодильник, заморозила. Значит, и когда надо было подавать, ну, просто выложила его, поставила на холодильник. Мне кажется, я уже знаю, чем кончится эта история. Короче говоря, я слезала весь этот крем, закрыла обратно. Кому-то так все и было. Ну, да, а маме-то я же не сказала. Ну, а как признаться-то в таком? Вот, и все. И потом мама открывает крышечку, а сейчас праздник, торт. А там такое ужас. Одни коржи корчу. Готовясь к встрече с вами, я всячески пыталась найти материалы вот на всяких разных наших выпусках. Желтые, да. Ну, известны на всем сайтах. Да, я... Ну, Марина, ну, нет, про вас ничего. Нет, да. Ну, вот я правильная. Я буду вот такой правильной дамой. То есть это вот вы прям так выбрали такую... Я не специально это делаю, но мне, ну, как сказать, ну, мне просто неинтересно другое. Я хочу, чтобы писали о творчестве, я хочу, чтобы говорили о музыке, я хочу, чтобы говорили о русской... О проблематике русской культуры, о проблематике русской песни. Марина, вы сейчас так говорите, как будто вы не в России живете, вот честно. А я... Нет, мы живем в России. А где вы видели, чтобы серьезно и много говорить, говоря о шоу-бизнесе, говорили о проблематике русской песни? К сожалению, у нас другая история. Да. Но давайте возьмем Грузию. Армению. Давайте. Попробуйте сказать грузину, что его... Нет, сейчас соль нельзя. Говорят грузину, соль нельзя. Что его фольклор – это отстой, это не формат, это... Хватит достаточно. Это так себе. У нас еще один есть, Марина. Нет, больше не будем, а иначе не поместим. Ладно. Это так себе. Как вы думаете, сколько стоять вы будете? Я думаю, что на минуты две. А дальше у вас полветит кулак в глаз. Как минимум. Вот. Поэтому на самом деле, ведь у нас тут... Я же прочитала, мне как бальзам на душу в интернете, что наш президент сказал, что надо поддерживать русскую культуру, русский фольклор и русскую песню. Сказал президент наш. Ну, надо верить. Но если же президент сказал, то... Ну, если уж президент сказал, то... То же, наверное, ему надо поверить. Уж всякое. Многие воспринимают русскую культуру, как культуру бабушки, культуру... Кстати, да. ...50 грамм застолья. Не знаю, мне кажется, это, ну, в корне неправильно. И проблема идет не из низов, не из тех, кто слушает. А проблема, кто ставит. А еще проблема, кто руководит. Кто заказывает музыку. Конечно. Поскольку, ну, все, конечно, хорошо, шоу-бизнес, ну, я не знаю. Мне кажется, у нас в России все равно отдельно шоу, отдельно бизнес. Мне очень комфортно живется, на самом деле, в том количестве публичности, которые у меня присутствуют. То есть вы не лукавите, вам не хотелось бы больше. На самом деле, я хотела бы больше в зале. Больше, чтобы народу приходило в зал, чтобы я могла большее количество собрать в зале. Но я хотела бы спокойно приходить в магазин со своими родственниками. Я хотела бы спокойно ходить в ресторан и обедать со своими любимыми людьми. Нет, сейчас, ну, сейчас я не могу сказать, что у меня прям, ах, какой такой прям вот прям, понимаете, что я прям на уровне Алла Бугачевой. Вот. Но на самом деле артист, он, как сказать, он может быть много в телевизоре, его может быть много на радио, он может прям из всех желтых пресс не вылезать. Но в зале будет сидеть три человека. А может быть, наоборот. А может быть, наоборот. Марин, мне кажется, сейчас надо спеть. Ой! А? Как это сейчас прям? Как, как? Я сейчас прям под рататуй, что ли? Как, как? Под рататуйчик, оно, знаете, как пойдет. Я прям чувствую, под рататуй пойдет. Давайте бы что-нибудь вот такое вот русское, народное. То, о чем говорили. Творку плетов. Давайте. Давайте. Люди, дети, живут, как святы и святут. Моя голова вянет, как трава. Моя голова вянет, как трава. Куда ж не пойду, всем совет я ржу. Вот такая вот. Прям хорошая. Моя голова вянет. Хоть бы и сказали, вот у нас ассоциируется русская песня с бабушками. У меня правда. Сразу вот деревенька, дымок над избами. Ну, потому что, на самом деле, мы сейчас находимся в Москве, а Москва это государство в государстве, а есть Россия. Есть. Там есть люди. Там, где есть красный угол, изба, колколонец, где есть лапти, валенки, где есть жизнь, где рождаются, умирают, поют с этим совсем, кстати. Ведь почему были такие длинные песни раньше, да? Многие говорят, вот народная песня, они такие длинные, по 48 куплетов. На самом деле, да. Но за счет того, что русская песня, она сопровождала быт, она пока вышла из своего дома, пока она дошла до поля. Корова подоила. Да, корова подоила и вернулась обратно. Вот у нее там, значит, 48 куплетов и набежалась. Набежала, да. Если бы какая-нибудь бы знала о том, что сейчас есть авторское право, где-нибудь бы на пне она нацарапала, что какая-нибудь песня народная, которую она сочинила, чтобы потом авторские права передавали. Я не знаю, что я делаю, на самом деле, дорогие друзья. Я рататуй, вы делаете, маленький. Вот, я перемешиваю. Вот, я подошла, сразу видно, рататуй, он родимый. Вот вы с таким, так упоенно рассказываете про Россию, про Красный угол, про избу. А вы сами хотели бы так жить, ну, может быть, сейчас, заработав какое-то там имя, деньги и так далее, взять, нарожать детишек или вообще туда поехать рожать детишек? Ну, на самом деле, я, как сказать, я родилась в столице, я родилась в городе, и я бы хотела встретить там свою старость. Гастроли и сцена – это такой здоровый наркотик, скажем так, который засасывает. И вы становитесь таким здоровым наркоманом. И понять, вот, проснуться с утра и понять, что ты там больше в течение года не выйдешь на сцену – это подобно смерти. Это вообще в декрете? Да. А на самом деле, а какой нормальный мужчина выдержит, когда у тебя женат? То в Мурманске, то в Хантамансийске, то в Краснодар, туда-сюда самолеты. А семья, а дети? А что делать? Ну, вот, собственно говоря, поэтому приходится немножечко вначале реализовать себя, немножко поднять, да, потому что, чтобы потом чувства не страдали. Они же страдают чувством, они же не понимают, что с ними происходит. А потом на пике какой-то определенной популярности просто уйти на какое-то время. Ну, в прошлом году ушла, да, великая Людмила Зыкина. Ведь на самом деле это страшно. Она великая, но она абсолютно одинокая. Поэтому я бы не хотела встретить свою старость в одиночестве. И одновременно, конечно, это тяжело. И совмещать и детей, и хочется видеть, как они растут. И хочется делать с ними первый шаг, и хочется любить мужчину, который находится рядом с тобой. И хочется, чтобы вроде как бы вот семья... Ой, а у нас же есть чеснок. Ой! На слове семья я бы видела чеснок. Мы вспомнили про чеснок. Вот. Одного хватит нам? Я думаю, что даже половинки для запаха. Да? Да, мы сейчас его так... А скажите, а сейчас есть рядом с вами тот мужчина, вот о котором вы говорите? Он есть. И он просто... Я никогда не пытаюсь раскрывать свою личную жизнь. А мы заметили. Я вот тщательно искала и так забивала в поисковике. И так нету ничего. Ну, молодец, вы это оберегаете. Да, оно на то и личное. Мне когда совсем петь будет нечего, когда я уже совсем перепою всё, что только можно перепеть, я тогда заговорю про личную жизнь. Тогда-то все, дорогие друзья мои, вы и узнайте. Это, в общем, будет такой индикатор. Как только Марина заговорит про личную жизнь, значит всё. Всё, петь нечего. Исчерпался, да, источник. У Марина девятовой есть ещё одна, но пламенная страсть, помимо музыки. Марина любит... Ты-ды-ды-дым, сделала Марина. Марина любит животных. Ах, ооо! Ооо, а что же я так напряглись-то? Про что вы подумали, что я сейчас раскрою все карты? Нет, на самом деле животных люблю. Да, у меня дома живёт замечательная кошка. Лолита. Да? Да, Лолита. Она уже пенсионер, на самом деле. Она ей же сколько, лет 12, наверное. Ой, ну это много для кошек. Но она такая кошка-шоу-бизнес. Она такая, если приходит, допустим, кто-то там съёмочку делает, она так хоп, знает, куда сесть. А если челюстные... Выграют её под аппарат, обычно кошки, они бегут, потому что, ну, вспышка работает. Да-да-да-да-да. Она так слегка прижмурится, так... Типа, ну давай, дорогой, ещё вот так. Я могу порезать. Сними меня фотограф, да, пожалуйста. Да, ты сними, сними меня фотограф. Я открываю дверь, а там, значит, мама стоит. В одной руке у неё картошка, а в другой такой маленький свёрточек такой. Говорю, мама, шо это? Она говорит, Марин, ну если это девочка, может, оставим? И вот, собственно говоря, так оно и произошло. Подождите, вы же потом пошли к врачу. Давай, Дарья. Там какая-то... Ну давайте. Мы так посменно. Ну, я пришла просто к врачу и говорю, вы знаете, на самом деле, мне надо, чтобы это была девочка, потому что... Оставят. Да, тогда оставят. Он говорит, а он понял, что я так хочу. Он так начал издеваться, мне говорит, это мальчик. Ну всё. Хана, значит, мальчик, значит, сейчас мама будет против, ну потому что есть такое... Ну, медит. Да, они медит, от них запах идёт, и мама говорит, нет, только вот не запах, Марина. А я всю жизнь мечтала животного. Я маме писала записочки на подушку. Мама, накупите мне кошечку, накупите мне собачку. У меня же сестра старшая её есть ещё. На что мама нам говорила, что вам дождевого червяка нельзя покупать, вы за ним не будете ухаживать. Животные нужны родителям, а вам только поиграться. Мы сейчас... Вы хотите подглянуть, как это происходит? Ну, Марина, как? Мы пришли в звукозаписывающую студию, и мы не увидим, как звукозаписывается... Звук? Нет, мы не допустим этого. Сейчас мы оставляем наш рататуй. Дозревать. Да. Да, доходить. А мы отправляемся в студию. Эй! Эй! Ждите. Здесь никого нет. Государство пока пустое. Идёт. Только не хлопай. Мы пойдём. Мы пойдём. Мы пойдём. Мы пойдём. Мы вдоль паю. Улицы. Е-е-е-е-е-е-е. Ой, да. Мы взойдём. Мы взойдём. Ох, и во зелёный сад. Человек работает. Даже неудобно со своими рататуйами лезть. Но деваться некуда. Рататуй ждёт. Заберём Марину. После всего того, что я Марину услышала, увидела... Мы вроде не ругались матом. Нет. Ещё не хватало ругаться матом. Вообще-то мы перешли на ты. Во-первых. Да. Решили, что мы уже настолько... Близки. Да. Я так много узнала о Марине. Да. Поготовки. По ней. Самый. Ну, запах вроде так ничего овощной. Запах рататуйский. Классический запах рататуйский. На самом деле, пост форева. Кстати. Если кто постится, это хорошо. А масло разве можно? Растительное. Да? И сливочное можно, да. Так, достаём. Вот в пост нельзя будет, конечно, вот эту историю вкусняшную. Поэтому надо на масленицу. Ла-ла-ла-ла. Ой, как вкусно. Ну да, неплохо. Видит бог. Я не знаю, как должен... Выглядеть рататуй. Выглядеть рататуй. На вкус мы не знаем. Кстати, очень может быть, что и так. Да? Вот. Зритель, который не знает, что такое рататуй, ему как бы всё равно, да? На самом деле, это равно. Поэтому он может принять это... Тушёные овощи. Ну да. Жалко, что вы не чувствуете, какой у нас идёт запах. Вы нам, наверное, все завидуете. А ещё жаль, что вы это не можете попробовать. Примемся за второе блюдо. Так. Вообще. Если бы это была бы отдельная сгущёнка, то это было бы очень сладко. Сладко, да. Если бы это была отдельная ряженка, то это было бы очень скучно. А Марина взяла и лёгким движением руки, сделала нашу жизнь сладкой, вкусной, нескучной. Ещё и напела. Напела. Ну, в общем, всё 33 удовольствия. Спасибо вам большое, на самом деле, что вы пришли. Вот. Потому что просто так... А мы ещё не ходим, кстати. Я не готовлю. Поэтому вы явились моим вдохновением. Огонным хранителем. Что уж там. Ну да. И лишний раз заставили меня прям не забыть о том, что я женщина всё-таки. А не посудомойка, да. Помимо того, что артист. Вот. Поэтому, собственно говоря, надеюсь, что съёмочной группе понравится. Вот. И на всякий случай, если что, звоните, обращайтесь, пишите письма. Ах, мамочка, да, саночка, каталась я не с тем. Так зачем же в полюшке повстречала Колюшку? Ах, мамочка, зачем? На этой психологической ноте мы говорим вам до свидания, до новых встреч. И приятного аппетита, и хорошего дня. И да. И слушайте Марину Девятого. Ура. Ура. Пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин